Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 Полессия GS-12 в агрегате с комплектом оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-6-2, подготовка к работе, наладка и регулировки. Комбайн зерноуборочный комбайн КЗС-1218 Эффективно используется на уборке кукурузы на зерно. Для этого комбайн КЗС-1218 должен быть оснащен комплектом оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-6-2, который производственное объединение ГОМ-Сельмаш поставляет потребителям по отдельному заказу и за отдельную плату. В состав комплекта входит специальная шестирядная жадка, а также изделия, предназначенные для переоборудования молотилки комбайна и транспортной тележки. Переоборудование наклонной камеры, агрегатирование и досборка жадки При подготовке молотилки комбайна КЗС-1218 к уборке кукурузы на зерно производится переоборудование наклонной камеры. Монтажные изделия, предназначенные для этой цели, размещены в упаковочном месте номер 5, входящем в состав комплекта КОК-6-2. В начале переоборудования наклонной камеры на болтах, крепящих правый и левый рычаги нижнего балла транспортера, следует установить по одной ограничительной втулке. Высота втулок составляет 15 мм. Для обеспечения доступа к корончатым гайкам, установленным на указанных болтах, следует провернуть транспортер таким образом, чтобы напротив гаек расположилась пара гребенок с увеличенным интервалом. Затем, с одного из болтов, следует демонтировать шплинт и отвернуть гайку. При помощи рычага приподнять вал с этой же стороны, установить втулку, завернуть корончатую гайку до совмещения паза с отверстием в болте и установить новый шплинт, имеющийся в комплекте. Втулка на другой стороне нижнего вала устанавливается аналогично. В результате установки втулок зазор между гребенками и днищем камеры увеличится до 30-35 мм, что позволит уменьшить повреждения гребенками зерна в подаваемых початках кукурузы. При подготовке комбайна к последующей уборке колоссовых культур ограничительные втулки необходимо демонтировать с наклонной камерой в обратном порядке. Перед агрегатированием жатки, расположенной на площадке, с наклонной камерой, левая и правая стояночные опоры жатки должны быть максимально выдвинуты. При этом фиксатор каждой опоры должен быть установлен в крайнее верхнее отверстие в стойке опоры. Агрегатирование жатки с молотилкой должно производиться на ровной горизонтальной площадке. При агрегатировании необходимо подъехать к жатке, плавно поднять наклонную камеру так, чтобы верхняя балка переходной рамки наклонной камеры плавно зашла в ловители жатки. При дальнейшем подъеме камеры произойдет прилегание опорных поверхностей рамки к ответным частям рамы жатки. Подъем производится до полного выдвижения плунжеров, гидроцилиндров, подъема наклонной камеры. После этого на левом гидроцилиндре необходимо установить предохранительный упор и опустить жатвенную часть до смыкания торцев упора и корпуса гидроцилиндра. Для фиксирования жатки на наклонной камере следует накинуть правый и левый нижние зацепы жатки на оси эксцентрики переходной рамки и завернуть гайки, расположенные на зацепах. Далее производится установка верхних зацепов. Перед этим серьги в верхней части наклонной камеры должны быть установлены в рабочее положение. Верхние зацепы накидываются на оси, расположенные в серьгах. Затем затягиваются гайки и контргайки на зацепах. При досборке жатки из упаковочного места номер 3 извлекаются боковые и средние делители. Все делители закрепляются на капотах жатки при помощи двух резьбовых соединений. При установке делителей на жатке производится изменение длины регулировочной тяги, что позволяет задать требуемый угол наклона делителей в зависимости от состояния убираемой кукурузы. После присоединения бокового делителя следует установить на место упор на капоте и опустить капот с присоединенным делителем на жатку. При этом произойдет автоматическое срабатывание замка, фиксирующего капот. На средних капотах регулировочные тяги закрепляются при помощи подпружиненных фиксаторов. После этого необходимо установить на место упор на капоте, опустить капот с присоединенным делителем на жатку и зафиксировать его при помощи механизма фиксации. При необходимости следует отрегулировать длину зацепа, имеющегося в данном механизме. После установки делителей необходимо вновь полностью выдвинуть плунжеры гидроцилиндров подъема наклонной камеры, установить предохранительный упор в исходное положение и опустить жатку на землю при помощи гидроцилиндров. Из полученного положения агрегата далее будет производиться отсоединение жатвенной части от молотилки. Отсоединение наклонной камеры от молотилки необходимо для обеспечения доступа к декам, расположенным под барабанным ускорителем в молотильном аппарате. Отсоединение жатвенной части, переоборудование наклонной камеры, установка карданных валов привода жатки. При подготовке к отсоединению необходимо при помощи домкрата, установленного на прочной подкладке, приподнять наклонную камеру для ослабления давления корпусов подшипниковых опор верхнего вала камеры на бугеле молотилки. Затем под нижней трубой рамы камеры с обеих ее сторон необходимо установить по одной дополнительной опоре высотой 350-400 мм. После этого следует извлечь три гидрорукава и электрожгут из гнезд держателя, расположенного на правой боковине наклонной камеры, отсоединить гидрорукава от гидромотора, гидроаккумулятора и правого гидроцилиндра управления поворотом переходной рамки. Затем требуется отсоединить от молотилки щиток, расположенный возле предохранительной муфты, установленной на верхнем валу наклонной камеры. При этом отвинчиваются шесть резьбовых соединений. С ведомого шкива ременной передачи привода верхнего вала наклонной камеры снимается ремень. Далее с наклонной камеры демонтируется труба с роликами, для чего необходимо отвернуть гайки на двух зацепах, прижимающих трубу к переходному щитку молотилки. Подготовка к отсоединению жатвенной части завершается операцией демонтажа правого и левого хомутов, крепящих камеру к молотилке. При демонтаже следует отвернуть по два болта, крепящих каждый из хомутов к бугелю. По окончанию подготовки к отсоединению отведите молотилку от наклонной камеры на расстояние 1,5-2 метра, не вращая при этом рулевое колесо. После отсоединения необходимо с верхнего вала камеры демонтировать предохранительную муфту, настроенную на момент срабатывания 600-660 Ньютон-метров, и установить взамен предохранительную муфту, настроенную на момент срабатывания 1300-1350 Ньютон-метров. Такая замена необходима для обеспечения привода энергоемкой жатки для уборки кукурузы. Окончательная затяжка болта в клеммовом соединении ступицы муфты и вала производится после присоединения наклонной камеры к молотилке при проведении регулировки ременной передачи привода верхнего вала камеры. Для обеспечения долговечности привода энергоемкой жатки для уборки кукурузы на зерно на левой стороне наклонной камеры необходимо произвести замену однорядной цепной передачи привода адаптера на двухрядную в следующем порядке. Ослабить натяжение пружины механизма продольного копирования вращением натяжного болта. Демонтировать шплинт и затем шарнир с пальца, расположенного на переходной рамке. Снять ограждение цепной передачи, отвернув четыре болта. Для обеспечения размещения двухрядной цепной передачи на камере заменить рычаг, входящий в механизм продольного копирования на рычаг, уложенный в упаковочном месте номер пять. Перед демонтажом рычага от него нужно отсоединить тягу и пружину для последующего их применения. Установить на камеру сменный рычаг таким образом, чтобы он был обращен к боковине камеры, той стороной, с которой выступание ступицы рычага имеет больше размер. Присоединить к сменному рычагу демонтированную тягу и пружину. Вывернуть из пробки пружины натяжной болт. Снять с него шарнир. Установить сменный шарнир. Завернуть болт в пробку пружины. Ослабить натяжение однорядной цепи за счет перемещения натяжной звездочки, осуществляемая вращением натяжного болта, затем снять цепь, извлекая из нее соединительное звено. Демонтировать с верхнего вала камеры ведущую звездочку, с вала привода адаптера ведомую звездочку, демонтировать обводную и натяжную звездочки, успокоитель цепи. Установить в соответствующих местах вместо демонтированных однорядных звездочек двухрядные. Установить сменный успокоитель для двухрядной цепи. Сменные двухрядные звездочки размещены в упаковочном месте номер 5. Ведущая звездочка. Ведомая звездочка. Две одинаковых звездочки, одна из которых используется в качестве обводной, другая применяется как натяжная. В данном упаковочном месте размещены также основная и запасная двухрядная цепи. Успокоитель для двухрядной цепи. Здесь же уложен мешочек с изделиями, предназначенными для монтажа элементов двухрядной цепной передачи и сменных ограждений, соединительные и переходные звенья для двухрядной цепи. При установке элементов двухрядной цепной передачи необходимо следовать указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации комплекта КОК-6-2, поставляемым вместе с данным комплектом. В завершение переоборудования наклонной камеры требуется Установить сменные ограждения, которые также размещены в упаковочном месте номер 5. Установить на пальцы переходной рамки шарнир, шайбу и шплин. Отрегулировать тягу механизма продольного копирования таким образом, чтобы ее длина была равна длине тяги, расположенной на правой стороне камеры. Отрегулировать натяжение пружины, при этом длина остающейся незавернутой части натяжного болта должна быть такой же, как у аналогичного натяжного болта, расположенного на правой стороне камеры. Обычно указанный размер составляет 120-150 мм. В упаковочном месте номер 2 комплекта КОК-62 размещены 2 одинаковых карданных вала для привода жатки, запасные части к жатке, сменные ведущие звездочки с числом зубьев равным 29. Данные звездочки применяются при уборке высокостебельных посевов кукурузы и устанавливаются на контрприводных валах жатки, что позволяет увеличить ее производительность примерно на 5%. Каждый из карданных валов устанавливается таким образом, чтобы вилка со встроенной предохранительной муфтой размещалась на контрприводном валу жатки. На валу жатки вилка закрепляется при помощи болта, на валу привода адаптера при помощи подпружиненного фиксатора. После установки карданных валов необходимо зафиксировать карабины страховочных цепочек кожухов валов в отверстиях на кронштейнах, закрепленных на раме жатки. Переоборудование и настройка молотилки при соединении жатвенной части Для уменьшения дробления зерна кукурузы в домолачивающем устройстве молотилки необходимо демонтировать крышку с прикрепленной к ней декой, отвернув два болтовых соединения, расположенных в верхней части крышки. Вместо демонтированной крышки нужно установить сменную крышку, извлекаемую из упаковочного места номер 6. После отсоединения наклонной камеры от молотилки открывается доступ к барабанно-ускорителю молотильного аппарата комбайна. С целью уменьшения дробления зерна кукурузы от совместного воздействия бичей барабана и планок дек для колоссовых культур необходимо вместо трех прутково-планчатых дек установить три сменные деки, предназначенные для работы при уборке кукурузы и некоторых других легко травмируемых культур. Сменные деки уложены в упаковочном месте номер 4. В данных деках выполнены перфорированные овальные отверстия с размерами 19 на 40 мм. На одной из торцевых поверхностей деки имеются штифты, предназначенные для фиксации в отверстиях каркаса под барабанья. С другой стороны, на деке имеются два овальных отверстия для закрепления ее болтами на том же каркасе. При демонтаже прутково-планчатых дек следует отвернуть шесть болтов и извлечь деки из каркаса под барабанья. Сменные деки закрепляются на каркасе под барабанья при помощи тех же крепежных изделий. После установки сменных дек возможно проведение присоединения жатвенной части к молотилке. Для этого необходимо, не вращая рулевое колесо, подвести молотилку к наклонной камере так, чтобы корпуса подшипниковых опор верхнего вала камеры разместились в бугелях молотилки. Дальнейшие операции по присоединению проводятся в порядке обратном изложенному ранее. Отбойный биттер молотильного аппарата комбайна со значительной скоростью отбрасывает продукты обмолота на первые два каскада клавиш соломотряса, что при уборке кукурузы часто приводит к повреждениям, и полному выходу из строя клавишей. Для защиты первых двух каскадов клавишей от повреждения в комплекте КОК-6-2 имеются щитки, размещенные в упаковочном месте номер 4. На каждую клавишу устанавливаются по две пары щитков. Щиток перекрытия первого каскада имеет зацеп, при помощи которого производится фиксация щитка за полку швеллера, расположенного в передней части клавиши. Щиток, устанавливаемый на второй каскад, также имеет зацеп, при помощи которого щиток фиксируется за полку швеллера второго каскада. Затем производится соединение щитков между собой с использованием стопорной пластины и двух болтов, которые в состоянии поставки закреплены на щитке перекрытия второго каскада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok После затяжки болтов их необходимо законтрить при помощи стопорной пластины. Для защиты жалюзи верхнего решета от повреждений продуктами обмолота, проникающими сквозь пальцевую решетку основного подбарабания, в состав комплекта КОК-6-2 включен щиток для перекрытия указанной решетки, который уложен в упаковочном месте номер 4. В состоянии поставки на щитке закреплены все элементы, необходимые для закрепления щитка на решетке. Щиток при установке закрепляется на трубе пальцевой решетки при помощи трех изогнутых прижимов, шести болтов и трех стопорных пластин. На пальцах решетки щиток закрепляется с использованием трех плоских прижимов с резьбовыми бонками, шести болтов и трех стопорных пластин. При помощи пластин производится стопорение всех болтов таким же способом, как и при установке щитков на клавишах. Для исключения недомолота и возникновения технологического дисбаланса из-за попадания початков во внутреннюю полость молотильного барабана, а также для уменьшения дробления зерна, межбичевые пространства барабана необходимо перекрыть специальными щитками. Десять таких щитков, связанных попарно друг с другом, размещены в упаковочном месте номер четыре. Щитки каждой пары подобраны по массе с разницей не более 20 граммов, поэтому они должны устанавливаться на барабане строго напротив друг друга, то есть диаметрально противоположно для того, чтобы не нарушать балансировку барабана. Перед установкой на барабан от щитка необходимо отсоединить фиксирующую планку, отвернув семь болтов. При установке на барабан выступы на щитке заводятся в проемы подбичников. Затем на барабан устанавливается полоса, выступы которой также заводятся в проемы подбичников. После этого полосу прижимают к щитку при помощи демонтированных семи болтов. Для исключения повреждений фартука-соломатряса, используемого при уборке колоссовых культур, его необходимо заменить усиленным фартуком, который уложен в упаковочном месте номер четыре. При установке сменного фартука используются крепежные изделия, при помощи которых закреплен заменяемый фартук. Далее из упаковочного места номер четыре следует извлечь сменную звездочку с числом зубьев равным двадцати одному. Данная ведущая звездочка должна быть установлена в расположенной на правой стороне молотилки цепной передаче привода зерно-транспортирующих рабочих органов взамен ведущей звездочки с числом зубьев равным семнадцати. После установки сменной звездочки при необходимости в приводную цепь следует добавить одно-два переходных звена из комплекта ZIP, поставляемого с комплектом COG-6-2. Указанная замена звездочки производится с целью увеличения производительности зернового тракта комбайна и особенно рекомендуется при уборке кукурузы на зерно с урожайностью 80 сантиметров с гектара и выше. При уборке кукурузы на зерно соломоизмельчитель должен быть настроен на укладку продуктов обмолота в волок во избежание повреждений ножей. Переоборудование и настройка молотильного аппарата Настройка ветро-решетной очистки При настройке молотильного аппарата комбайна КЗС-12-18 для уборки кукурузы на зерно необходимо установить зазоры между планками под барабанья и бичами молотильного барабана на входе от 35 до 45 мм на выходе от 18 до 25 мм Величина зазора выбирается исходя из конкретных условий уборки и регулируется с рабочего места оператора При необходимости корректирования величин зазоров следует отрегулировать длинный тяг под барабанья с обеих сторон комбайна При уборке кукурузы на зерно влажностью свыше 25% допускается работа комбайна КЗС-12-18 с частотой вращения молотильного барабана от 441 оборота в минуту и более что обеспечивается клиноременным вариатором привода барабана Работа барабана с установленными на нем щитками свыше 610 оборотов в минуту категорически запрещена Для обеспечения качественной уборки кукурузы на зерно влажностью менее 25% в приводе молотильного барабана комбайна КЗС-12-18 необходимо установить понижающий редуктор Завод-изготовитель комбайна КЗС-12-18 поставляет редуктор вместе с другими изделиями, необходимыми для его установки по отдельному заказу потребителей и за отдельную плату Применение понижающего редуктора обеспечивает частоту вращения молотильного барабана в диапазоне от 185 до 364 оборотов в минуту что позволяет производить уборку не только кукурузы на зерно, но и других легко травмируемых культур При подготовке молотилки комбайна КЗС-12-18 к уборке кукурузы на зерно необходимо произвести регулировку зазоров между пластинами жалюзи-решет и удлинителя верхнего решета очистки При регулировке используется специальный ключ, имеющийся в зип комбайна В зависимости от конкретных условий уборки устанавливаются зазоры Для дополнительного решета от 14 до 16 мм Для нижнего решета от 9 до 10 мм Для верхнего решета от 12 до 14 мм Жалюзи-удлинителя верхнего решета необходимо полностью закрыть Частота вращения вентилятора очистки комбайна КЗС-12-18 При уборке кукурузы на зерно устанавливается в диапазоне от 700 до 850 оборотов в минуту В зависимости от влажности зерна Жадка Полесье Орош МХ-653 В комплект КОК-62 входит жадка Полесье Орош МХ-653 Которая является совместным продуктом производственного объединения Гомсельмаш и венгерской компании Леномар Хенгери Жадка предназначена для одновременной уборки шести рядков кукурузы на зерно На раме жадки закреплены шесть русел В каждом из которых имеются пара подающих цепей с захватами Пара початкоотделяющих вальцев Две отрывочные пластины Две резиновые противоскатные пластины И ротационный режущий измельчающий аппарат переднего типа Зазор между отрывочными пластинами в их средней части устанавливается равным примерно на 5 мм меньше, чем средний диаметр початков на убираемом поле Величина зазора регулируется перемещением левой отрывочной пластины и осуществляется одновременно на всех руслах при помощи специального механизма Рычаг управления механизмом размещен на нижней балке рамы с правой стороны жадки Для регулировки зазора необходимо расконтрить и отвернуть болт фиксирующего рычага Повернуть рычаг в положение, обеспечивающее требуемый зазор между отрывочными пластинами Зафиксировать рычаг болтом, законтрить болт гайкой Поворот рычага на один паз сектора приводит к изменению зазора примерно на 1 мм Под вальцами каждого русла расположен ротор, режущий измельчающего аппарата На роторе шарнирно закреплены два ножа, режущие кромки которых упрочнены твердосплавным материалом Расположение ротора позволяет выполнять перерезание стеблей кукурузы практически в любой зоне их выдвижения при протягивании вальцами Благодаря этому измельчение стеблей осуществляется на отрезке длиной от 7 до 8 см Таким образом, одновременно производится и уборка, и измельчение стеблей Что позволяет значительно уменьшить затраты на уборку, сократить ее продолжительность, уменьшить количество проходов по полю Подготовка транспортной тележки к жатке для зерновых культур модели ЖЗК-7-2 к перевозке жатки моделей Полесси Орош МХ-653 Максимальный габарит по ширине жатки моделей Полесси Орош МХ-653 составляет 4590 мм Что превышает максимальный габарит, составляющий 4400 мм Разрешенный для объектов, движущихся по дорогам общей сети без специального сопровождения В связи с этим, при необходимости проезда комбайна КЗС-1218 по дорогам общей сети Жатку Полесси Орош МХ-653 следует перевозить на переоборудованной транспортной тележке к жатке для зерновых культур ЖЗК-7 Для начала переоборудования тележки необходимо при помощи грузоподъемных средств снять с тележки жатку для зерновых культур и установить ее на ровную горизонтальную площадку, установив под передний брус и заднюю трубу рамы жатки деревянные бруски Допускается снимать жатку с тележки, агрегатируя жатку с наклонной камерой комбайна В этом случае при отсоединении жатки от наклонной камеры ее необходимо установить на опоры, позволяющие обеспечить такое положение жатки, какое она принимает после установки ее на тележку Далее с несущей балки тележки необходимо демонтировать оба опорных лонжерона Для этого следует расконтрить и снять гайки со скоб крепящих лонжероны к балке Далее снижение Затем на несущей балке тележки необходимо установить два ложемента, которые вместе с изделиями, предназначенными для их закрепления на балке, уложены в грузовое место номер 6 Задний ложемент устанавливается на расстоянии 1200 мм от оси задних колес Расстояние между ложементами составляет 3520 мм Ложементы закрепляются на балке при помощи скоб и гаек, при этом используются гайки, ранее демонтированные со скоб крепивших лонжероны После затяжки гайки фиксируется от самоотвинчивания путем загибания лапок стопорных шайб Завершающей операцией переоборудования тележки является присоединение к ложементам балки, поставляемой потребителем как упаковочное место номер 7 Балка закрепляется на каждом из ложементов при помощи двух болтовых соединений Установка жадки на тележке и съем жадки с тележки Перед установкой жадки на тележку необходимо выполнить следующие операции Отсоединить правый и левый карданные валы привода жадки от вала привода адаптера и уложить их свободные концы в специальные кронштейны, расположенные на раме жадки Отсоединить верхние зацепы жадки от элементов наклонной камеры Отсоединить нижние зацепы жадки от элементов наклонной камеры Затем необходимо поднять жадку максимально вверх, полностью выдвинув плунжеры гидроцилиндров подъема наклонной камеры Подъехать комбайном к тележке И установить жадку на тележку При этом нижняя балка рамы жадки должна разместиться в углублениях ложементов А башмаки русел опереться на балку, закрепленную на ложементах Закрепление жадки на тележке производится при помощи двух фиксаторов Фиксаторы вставляются в проемы башмаков крайних русел и закрепляются быстросъемными шплинтами Затем производится закрепление жадки на тележке с использованием двух зацепов, снятых с демонтированных ранее лонжеронов В завершение необходимо присоединить дышло тележки к сцепному устройству комбайна Агрегатирование жадки Установленные на тележке с комбайном производится в обратном порядке Демонтаж изделий комплекта КОК-6-2 После завершения уборочного сезона Изделие комплекта КОК-6-2 демонтируется с комбайна в обратном порядке С транспортной тележки демонтируется балка И лажементы И вновь устанавливаются лонжероны Демонтированные изделия комплекта устанавливаются на хранение согласно руководству по эксплуатации комплекта КОК-6-2 Работа комбайна КЗС-12-18 в агрегате с комплектом КОК-6-2 На уборке кукурузы на зерно Правильно подготовленный комбайн КЗС-12-18 в агрегате с комплектом КОК-6-2 Может быть применен на уборке кукурузы на зерно практически любой урожайности при неизменно высоком качестве работы При работе с жаткой по лесе Орош МХ-653 рекомендуемая рабочая скорость составляет от 6 до 7 км в час Однако в зависимости от конкретных условий уборки рабочая скорость комбайна может достигать 10 км в час А производительность комбайна может составлять не менее 27 тонн в час Так, например, если урожайность зерна кукурузы составляет 120 центнеров с гектара, то бункер комбайна заполняется всего за 12 минут На молот зерна за одну смену работы комбайна может составлять 120 тонн и более, а за один уборочный сезон – 2500 тонн и более Субтитры создавал DimaTorzok